В первый раз в новый класс. Жители микрорайона Совет Кваджи осматриваются в просторных помещениях строящейся школы. Святослав Галахов в этом году звонок услышит впервые. Ну как к школе готовишься вообще? Хорошо, занимаюсь. Сколько часов в день? Ну по два, по часу. Старая школа была рассчитана на 130 человек, а по факту там учились более 200. Новое здание сможет принять вдвое больше. В этом году мы набираем очень большой первый класс, уже подано 44 заявления, то есть будем два первых класса. Обычно всегда набирали один, ну максимум 20 человек. За ходом строительства вместе с надзорными органами следили родители нескольких посёлков. Нареканий не было. Мы снимали это всё из окон пятиэтажки, как рушат нашу старую школу, как постепенно, поэтапно каждый этаж возводят новой школы. Мы переживали, мы удивлялись, когда её красили, какая она у нас яркая. А рядом со школой вырос новенький детский сад. Так сбылась мечта жителей северной части Лазаревского района. Раньше им приходилось возить малышей за 20 километров от дома. Автобус был в 7-10. Это надо было в 6 утра поднять ребёнка, чтобы к полдевятому приехать в Лазаревскую садику. Второй дом здесь обретут 60 дошколят. Помещения просторные, группы обустроены по самым современным нормам и правилам. После Олимпиады потребность в школах и детских садах резко возросла, и строительство пошло рекордными темпами. За последние пять лет на Куровте появилось 36 новых учреждений, 28 из них дошкольные. Это мы всё делаем для того, чтобы наши дети уже с детского садика, со школы понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы они учились в комфортных, хороших условиях. И тогда они будут себе вырабатывать ментальность, что вот это и есть хорошо. Поэтому они тогда будут культурными людьми. Они будут понимать, что нужно жить в хороших условиях и достигать цели. Сейчас возводятся дополнительные корпуса школ в Дагомысе и на Макаренко. Скоро строители приступят к работам на Мамайке. И в следующем году начнут заливать фундамент двух новых учебных заведений в Красной Поляне и в Олимпийском парке.